1898. В роли медведя. Селёдка. Это было в 1849 году. Мне тогда исполнилось 14 лет. Мы всё ещё жили в Ганнибале, штат Миссури, на берегах Миссисипи, в новом деревянном доме, построенном отцом лет пять назад. То есть одни из нас жили в новой половине дома, а остальные в старой, которая выходила во двор и примыкала к новой вплотную. 1898. Осенью моя сестра устроила вечеринку и пригласила всю городскую молодёжь на возрасте. Я был слишком молод для этого общества и слишком застенчив, во всяком случае для того, чтобы якшаться с барышнями, и меня не пригласили, то есть пригласили, но не на весь вечер. 10 минут — вот всё, что приходилось на мою долю. Мне предстояло сыграть роль медведя в маленькой пьесе-сказке. Я должен был одеться в костюм, облегавший всё тело, из чего-то бурого и лохматого, подходящего для медведя. Около половины одиннадцатого мне велели идти в мою комнату, переодеться в эту личину и быть готовым через полчаса. Я приступил было к делу, но передумал, потому что мне хотелось поупражняться немножко, а в комнате было очень тесно. Я пробрался в большой пустой дом на углу главной улицы, не подозревая того, что человек десять молодёжи тоже пошли туда переодеваться в свои костюмы. Я взял с собой маленького негритёнка Сэнди, и мы с ним выбрали просторную и совсем пустую комнату на втором этаже. Мы вошли в неё, разговаривая, и это дало возможность двум полуодетым девицам незаметно для нас укрыться за ширмой. Их платья и прочая одежда висели на крючках за дверью, но я этого не заметил. Дверь закрывал Сэнди, но все его мысли были поглощены спектаклем, и он был так же мало способен заметить их, как и я сам. Ширма была ветхая, со множеством дыр, но так как я не знал, что за ней прячутся девушки, то меня эта подробность не тревожила. Если б я знал, то не стал бы раздеваться в потоке безжалостного лунного света, который лился в незанавешенное окно. Я бы умер от стыда. Несмущаемый никакими предчувствиями, я разделся догола и начал репетировать. При исполненной честолюбия я решил добиться успеха, горел желанием прославиться в роли медведя, чтоб меня и в дальнейшем приглашали на эту роль, и потому принялся за работу с увлечением, которое обещало очень многое. Я скакал на четвереньках с одного конца комнаты на другой, а Сэнди восторженно аплодировал мне. Я становился на задние лапы, рычал, ворчал и огрызался, становился на голову, кувыркался, неуклюже плясал, согнув лапы и поводя воображаемым рылом из стороны в сторону. Словом, проделывал все, что только может проделывать медведь. И многое такое, чего никакому медведю не сделать, и чего, во всяком случае, ни один уважающий себя медведь делать не станет. И, разумеется, я не подозревал, что у меня есть еще зрители, кроме Сэнди. Под конец, став на голову, я замер в этой позе, чтобы передохнуть минутку. — Наступило короткое молчание. Потом Сэнди спросил оживленно и с интересом. — Мистер Сэн, вы видели когда-нибудь сушеную селедку? — Нет. — А что это такое? — Это такая рыба. — Ну и что же? Разве в ней есть что-нибудь особенное? — Еще бы, сэр, конечно, есть. Ее едят со всеми потрохами. Из-за ширмы раздалось подавленное женское хихиканье. Разом лишившись всех сил, я рухнул, словно подорванная башня. Я прокинул своей тяжестью ширму, похоронив под ней обеих девушек. В испуге они пронзительно взвизгнули раза два, может быть, визжали и еще, но я не стал дожидаться и считать. Я схватил свою одежду и скатился вниз в темную переднюю, а за мной и Сэнди. Я оделся в полминуты и убежал с черного хода. Я заставил Сэнди поклясться в вечном молчании. Потом мы ушли и спрятались, пока не кончилась вечеринка. Честолюбие мое выдохлось. После такого приключения мне стыдно было глядеть в глаза этой веселой компании, потому что в ней были две актрисы, которые знали мою тайну и верно стали бы смеяться надо мной из-под тяжка. Меня искали, но не нашли, и медведя пришлось играть одному молодому джентльмену в обычном цивилизованном платье. В доме было тихо, и все уже уснули, когда я, наконец, отважился вернуться. На сердце у меня скребли кошки. Я горько переживал свой позор. К моей подушке был приколот клочок бумажки с написанной на нем строкой, которая отнюдь не повысила моего настроения, а только заставила меня сгореть со стыда. Она была написана старательно измененным почерком, и вот какие там были насмешки. — Не знаю, как ты плясал в медвежьей шкуре, зато голышом ты плясал отлично. Очень, очень хорошо. Мы считаем мальчишек грубыми, бесчувственными животными. Однако не во всех случаях так бывает. У каждого мальчишки найдется одно-два чувствительных места, и если знать, где они, то стоит только дотронуться, и его обожжет, как огнем. Я страдал невыносимо. Я так и ждал, что наутро о происшествии будет знать весь городок. Но вышло иначе. Тайна осталась известна только двум девушкам — Сэнди и мне. Это несколько утишило мои муки, но далеко недостаточно. Главная беда оставалась. На меня смотрели четыре насмешливых глаза, и это было все равно, что тысяча. Все девичьи глаза казались мне именно теми, которых я так боялся. Целый месяц я не мог взглянуть ни на одну молодую девушку, и в смущении опускал глаза, когда какая-нибудь из них улыбалась мне, здороваясь при встрече. Я говорил себе, «Это она и есть», и поскорее уходил от нее. Конечно, я повсюду встречал тех двух девушек, но или они ничем себя не выдавали, или я был недостаточно сообразителен, чтобы это подметить. Когда я уезжал из Ганнибала четырьмя годами позже, тайна все еще оставалась тайной. Я так и не разоблачил моих девушек и больше не надеялся на это и не ждал. Одной из самых милых и хорошеньких девушек в городке во времена моего несчастья была та, которую я назову Мэри Уилсон, потому что ее звали иначе. Ей было двадцать лет. Она была изящная и прелестная, цветущая и очаровательная, грациозная и привлекательная по характеру. Я перед ней благоговел, потому что она казалась мне ангелом, созданным из той глины, из которой делаются ангелы, и по справедливости недостижимой для такого скверного, заурядного мальчишки, как я. Ее я даже не подозревал никогда. Однако же место действия переносится в Калькутту 47 лет спустя. Это было в 1898 году. Я должен был там выступать. Когда я входил в отель, из дверей выскользнуло видение, облаченное в сияние индийского солнца, та самая Мэри Уилсон из моего давно минувшего детства. Поразительно. Прежде чем я успел прийти в себя от радостного изумления, она вскрылась. Я подумал, что, быть может, вижу призрак, но нет. Она была из плоти и крови. Это была внучка той и другой Мэри. Другая Мэри, теперь вдова, была наверху и в скором времени прислала за мной. Она постарела, посидела, но все еще выглядела молодой и была очень красива. Мы долго сидели и разговаривали. Наши жаждущие души окунулись в живительное вино прошлого, волнующего прошлого, прекрасного прошлого, дорогого и оплакиваемого прошлого. Мы называли имена, которых вот уже 50 лет не произносили наши уста, и эти имена звучали музыкой. Благоговейными руками откапывали мы наших покойников и говорили о них трогательные слова. Мы обыскивали запыленные покои нашей памяти и извлекали оттуда случай за случаем, эпизод за эпизодом, шалость за шалостью. И смеялись над ними таким добрым смехом, смеялись до слез, и, наконец, Мэри сказала, неожиданно и без всяких приготовлений. Скажите мне, что такого особенного в сушеной селедке? Казалось бы, странный вопрос в такую торжественную минуту, да еще заданный так не кстати. Я был слегка шокирован, и все же в самых глубинах моей памяти что-то где-то зашевелилось. Это заставило меня думать, размышлять, доискиваться. Сушеная селедка! Сушеная селедка! Что особенного в сушо? Я взглянул на нее. Ее лицо было серьезно. Только какая-то смутная искорка таилась в глазах, которые... И вдруг я вспомнил, и из далеких глубин седого прошлого до меня донесся знакомый голос. Ее едят со всеми потрохами! Наконец-то! Одну из вас я все-таки поймал. А кто же была другая? Но тут она поставила точку, так и не сказала мне. Однако жизнь мальчишки отнюдь не вся сплошь комедия. В нее входит и много трагического. Пьяный бродяга, упомянутый в другом месте, тот, который сгорел в городской тюрьме, потом угнетал мою совесть сто ночей подряд и заполнил их кошмарными снами. Снами, в которых я видел так же ясно, как наяву, в ужасной действительности, его умаляющее лицо, прильнувшее к прутьям решетки на фоне адского пламени, пылавшего позади. Это лицо, казалось, говорило мне. Если бы ты не дал мне спичек, этого не случилось бы. Ты виноват в моей смерти! Я не мог быть виноват. Я не желал ему ничего худого, а только хорошего, когда давал ему спички. Но это не важно. У меня была тренированная пресвятырианская совесть, и она признавала только один долг — преследовать и гнать своего раба в любом случае и под любым предлогом, а особенно, когда в этом не было ни толку, ни смысла. Бродяга, который был виноват, мучился десять минут. Я же ни в чем не повинный мучился три месяца. Убийство бедняги Смарра в полдень на главной улице наделило меня еще и другими снами, и в них всегда повторялась все та же безобразная заключительная картина. Большая семейная Библия, раскрытая на груди старого богохульника каким-то заботливым идиотом, поднимается и опускается в такт тяжелому дыханию, усиливая своим свинцовым весом муки умирающего. Мы странно созданы. Во всей толпе глазеющих и сочувствующих зрителей не нашлось ни одного, у кого хватило бы здравого смысла понять, что даже наковальня была бы здесь уместней и приличней, чем Библия, менее доступна сарказму критики и быстрее довершила бы свое жестокое дело. В моих кошмарах я много ночей бился и задыхался под гнетом этой огромной книги. На протяжении всего двух лет у нас произошло еще две или три трагедии, и мне так не повезло, что я каждый раз оказывался слишком близко. Был один невольник, которого убили глыбой шлака за какую-то пустяковую провинность. Я видел, как он умирал. И молодой эмигрант из Калифорнии, которого ударил охотничьим ножом пьяный самутыльник. Я видел, как жизнь красной струей хлынула из его груди. И случай с двумя буйными молодыми братцами и безобидным стариком-дядюшкой. Один из братьев давил старику коленями на грудь, а другой пытался застрелить его из револьвера системы Аллена, который никак не стрелял. Я, конечно, оказался как раз поблизости. Потом был еще случай с молодым калифорнийским эмигрантом, который напился пьян и решил в одиночку ограбить дом Валийца в темную грозовую ночь. Этот дом стоял на склоне Холидейхилла, и его единственными обитательницами были одна бедная, но почтенная вдова и ее непорочная дочка. Напавший хулиган перебудил весь городок своими буйными криками, грубыми ругательствами и непристойностями. Я пробрался туда с приятелем, кажется, Джоном Бриггзом, посмотреть и послушать. Фигура мужчины была едва видна. Женщины стояли на крыльце, скрытые глубокой тенью кровли, но мы слышали голос старшей из женщин. Она зарядила старый мушкет самодельными пулями и предупредила грабителя, что если он не уйдет, пока она сосчитает до десяти, то это будет стоить ему жизни. Она начала считать не торопясь. Он захохотал. На шести он перестал смеяться. Потом в глубокой тишине слышалось только, как она считала ровным голосом. Семь, восемь, девять. Долгая пауза, мы затаили дыхание. Десять. Красная вспышка пламени осветила тьму, и человек упал с пробитой, как решето, грудью. Тут хлынул ливень с громом, и только того и ждавшие горожане поползли на гору, в свете молнии напоминая нашествие муравьев. Эти люди видели все остальное. На мою долю было вполне достаточно. Я пошел домой, зная, что увижу все это во сне, и не ошибся. Мое воспитание и обучение позволяли мне вникнуть в эти трагедии глубже, чем доступно было человеку невежественному. Я знал, для чего они. Я пытался скрыть это от самого себя, но в самых тайных глубинах своего взволнованного сердца я знал, и знал, что знаю. Все это было измышлено проведением, ради того, чтобы заманить меня на дорогу к лучшей жизни. Это звучит крайне наивно и самонадеянно, но для меня здесь не было ничего странного. Это вполне согласовалось с неисповедимыми и мудрыми путями проведения, как я их понимал. Меня бы не удивило и даже не слишком польстило бы мне, если бы Господь истребил все население городка ради того, чтобы спасти одного такого отступника, как я. При моем воспитании мне казалось, что это вполне справедливо и очень стоит таких затрат. Чего ради проведения должно особенно тревожиться о таком своем достоянии, мне и в голову не приходило, и во всем этом простодушном городке некому было надоумить меня. Ни у кого и мысли такой не было прежде всего. Это сущая правда. Я принимал все эти трагедии на свой счет, прикидывая каждый случай по очереди и со вздохом говоря себе каждый раз. Еще один погиб из-за меня. Это должно привести меня к раскаянию. Терпение Господне может истощиться. Однако втайне я верил, что оно не истощится. То есть я верил в это днем, но не ночью. С заходом солнца моя вера пропадала, и липкий, холодный страх сжимал сердце. Вот тогда я раскаивался. То были страшные ночи, ночи отчаяния, полные смертной тоски. После каждой трагедии я понимал, что это предупреждение, и каялся, каялся и молился, попрошайничал, как трус, клянчил, как собака. И не в интересах тех несчастных, которые были умерщвлены ради меня, но единственно в своих собственных интересах. Оно кажется эгоизму, когда я вспоминаю об этом теперь. Мое раскаяние бывало очень искренним, очень серьезным, и после каждой трагедии я долго-долго раскаивался каждую ночь. Но обычно покаянное настроение не выдерживало дневного света. Оно бледнело, рассеивалось и таяло в радостном сиянии солнца. Оно было создано страхом и тьмою, и не могло существовать в несобственной сфере. День одарял меня весельем и миром, а ночью я снова каялся. Я не уверен, что в течение всей моей мальчишеской жизни я когда-либо пытался вернуться на путь добродетели днем или желал на него вернуться. В старости мне никогда не пришло бы в голову пожелать чего-нибудь подобного, но в старости, как и в юности, ночь приносит мне много тяжких угрызений. Я осознаю, что самой колыбели был таким же, как и все люди, не совсем нормальным по ночам. Когда умер индеец Джо... Но об этом не стоит. Где-то я уже описывал, какую адскую бурю раскаяния мне пришлось тогда пережить. Думаю, что в течение нескольких месяцев я был чист, как свежевыпавший снег после наступления темноты. Спасибо. 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 Продолжение следует...